Как вы думаете, друзья, что объединяет всех этих потрясающих людей? Они все... Талантливые? Да. Известные? Да. Всему миру? Да. Однозначно. Особенно Сафар Мухаммад, самый известный, ну, по крайней мере, в таджики. Любимый и почитаемый. А еще эти люди являются послами доброй воли ЮНИСЕФ, друзья. И сегодня у нас господин посол Сафар Мухаммад. Сафар Мухаммад, привет. Привет. Доброе утро страна. Сафар, мы тебя поздравляем с назначением на эту новую должность. Для тебя, я так понимаю, это что-то нечто такое необычное и новое. Посол доброй воли ЮНИСЕФ в Таджикистане. Что это вообще такое? Это должность, это статус. Что это? Это статус. Это статус человека, через которого будут привлекать именно освещать, можно сказать, проблему детей. Проблемы, с которыми дети Таджикистана и всего мира сталкиваются. И эти проблемы освещать. Бывает, можем делать, например, благотворительные концерты. Это поездки, встречи с детьми. Очень много поездок будет, кстати, в этом году. И у меня уже до 25-го года. То есть ты посол до 25-го года? На 2 года, да. На 2 года. Все уже расписано, уже есть определенные планы. Мне кажется, это правда отличный выбор. Не только потому, что ты можешь доносить через свои каналы какие-то проблемы и позволять голосам детей быть услышанными, но ты сам отличный пример. Я ни разу не слышала, чтобы Сафар использовал ненормативную лексику в своей речи. В писах особенно, да? Да, в частности. Вредных привычек нет. Это на самом деле отличный пример для подражания, в первую очередь. Но, во-вторых, ты уже очень много сделал в рамках разных компаний с Юнисеф Таджикистан. Можешь вот немножечко рассказать об этом? Что уже было? Как мы вообще начали работать с Юнисеф? Это был ковид, локдаун, и они запустили Safe Hands Challenge, где обучали мы, мы пели и обучали детей и всех вообще техники мытья рук. Вот с этого и началось, с этого челленджа началось, и дальше пошло-поехало. Там разные поездки были по регионам Таджикистана, встречи с беженцами с Афганистана. Много разного было. То есть, подожди, во время локдауна представители Юнисеф вышли на тебя, как изначально на исполнителя, которые сказали, ты можешь спеть песню, как правильно мыть руки, то есть и показать это все? Да, то есть я пел любую песню, ты поешь. А, не конкретно песню. Ну, им большой пальчик, а потом он был средний. Нет, все с тем чистым им мизинчиком. Я бы, наверное, не согласился. А, то есть ты просто поешь любую песню и при этом как бы показываешь. И с этого началось ваше сотрудничество Юнисеф. Дальше, вот эти вот встречи с детишками, с беженцами, что происходило? Для чего вы встречались? У Юнисефа есть лаборатории, где мы встречаемся с детьми. Там инновационные лаборатории их называют. Там дети обучаются, делают разные проекты, дети приносят своих, там, не знаю, некоторые дети делали, например, роботов, робототехнику какую-то, да. Вообще много проектов, рисование, пение, всего куча. И вот мы там встречались, общались с ними. И нужно вот этот момент, то, что я, наверное, с этими детьми и с каждой встречи, ну, как человек, наверное, как личность становился на одну планку выше, потому что каждый раз понимая, с чем они сталкивались по жизни. И бывает иногда, что мы халатно относимся к тому, что имеем. Это, наверное, было большим уроком для меня каждый раз. И вот, да, и чувства постоянно разные. То есть шкала, бывает шкала, вот у каждого ребёнка, да, у каждого ребёнка она другая. И особенно вот дети с Афганистана, с которыми мы виделись, эти ребята тоже очень, ну, мы все знаем, что там творится, поэтому они пережили очень многое. И да, и с каждым разом я после поездок молча всегда домой. Молча. Всю дорогу думал, да, потому что психологически это очень сложно. С ними общаться и, ну, конечно же... То есть не с ними общаться, а узнавать их историю. Да, и им не нужен человек, который их жалеет. Им это не нужно. Поддержка, но не жалость. Да, да, да. Сафар, а как вообще сложилось, что тебя выбрали послом доброй воли? И как ты эту новость получил? Тебе позвонили, тебя пригласили куда-то, домой ворвались. Я получил письмо от ЮНИСЕФ, которое было сказано, что вот, я становлюсь послом доброй воли. То есть предлагаем вам или всё однозначно вы уже... Нет, то есть это твоя задача, то есть если ты хочешь... Поставили перед фактом. Нет, если ты хочешь, то ты принимаешь. Если не хочешь... Ну, на самом деле, если я всё правильно помню, вот эти вот слухи о том, что тебя назначат на должность посла доброй воли, ходили ещё года два назад, по-моему. Тогда, да, были слухи, потому что ты был официальным лицом, да, скажем так, ЮНИСЕФ. И кто-то тебя даже тогда уже представлял, как посол доброй воли ЮНИСЕФ, то есть официального назначения не было. Вакил ЮНИСЕФ. То есть я был прям активным саппортером ЮНИСЕФ и везде, то есть так меня назвали. Или Children's Champion, вот так меня назвали, да. Сафар, ты сейчас посол, где твоё посольство? Штат квартиры ЮНИСЕФ. Хорошо, потом приёмные дни твои узнаем. Президент уже вручил верительные грамоты? Мечта. Нет, ну на самом деле это очень большая ответственность, да, и что будет входить в твои обязанности, помимо вот встречи с детьми, то есть это организация каких-то мероприятий для детей, это постоянное сотрудничество с ЮНИСЕФ. Какие мероприятия или что вообще ты должен будешь делать? Ну, основная задача, это, конечно, освещение вот мыслей детей. Через песни или? Не только через песни, самое главное это сам выходить, освещать это в своих платформах. То есть ты как лидер мнений и как посол. Да, да, в своих платформах это нужно делать. И, конечно же, я буду рад иногда их радовать музыкой, иногда. В должностных инструкциях нет за эти два года плана завести собственного ребенка? Нет таких предписаний? Блин, нет пока что. Да, когда, кстати, было твое назначение и когда была инаугурация, наш общий друг задал тебе этот вопрос. Да, Сафар, ты очень много работаешь с детьми, а когда своих заведешь? Да, на СИП, дай бог. Дай бог, скоро все будет. В ближайшее время и так будет слишком много детей в окружении Сафар Мухаммада, поэтому... Дай бог всем здоровья. Сафар Мухаммаду нравится процесс создания детей. Такое громкое заявление. А ты откуда знаешь? Ну, я предполагаю. Так, друзья, напоминаем, что у нас сегодня в гостях господин посол доброй воли, министеджикистан Сафар Мухаммад. Но и это не только эта тема будет сегодня во главе угла, на которой мы будем общаться с нашим гостем сегодня. Да, очень много информационных поводов было. Февраль такой насыщенный месяц для Сафар Мухаммада. Я вчера зашла на сайт Википедии, там есть такая страничка, которая так и называется, список послов доброй воли ЮНИСЕФ. И я не нашла там Таджикистан, к сожалению, на сегодняшний день, на вчерашний день, на сегодняшний тоже вот не вижу. И я уже, кстати, связалась с представителями ЮНИСЕФ, сказала, что надо срочно это исправлять, добавляем флаг нашей страны. It takes time. Да, добавляем имя Сафар Мухаммада, чтобы все знали, что Таджикистан теперь тоже... Но в главном сайте уже есть Таджикистан. На главном сайте ЮНИСЕФ. Да, да. Да, ну и, кстати, что касается Википедии, то там же можно зарегистрироваться и редактировать статьи, там может кто угодно. Поэтому, если представители ЮНИСЕФ сейчас нас слушают, то, ребята, давайте регистрируйтесь. Вчера уже предложила. Да? Чего вы там работаете? Хватит работать, давайте заправляйте Википедию. Друзья, утреннее камбэк-шоу продолжается. С вами Баха Назербаев, Дарья Христолюбова. И сегодня у нас в гостях Сафар Мухаммад не только мегатворческий человек, но и работяга. Вот Сафара Звенина назову тебя сейчас именно так, потому что человек действительно постоянно трудится. Бывает так, что вот год кончается, и кто-то сидит и думает, а я ничего не успел за год. А здесь один только месяц, да, если взять, февраль. Ты отыграл шикарнейший концерт в столице России на одной из топовых площадок. Ты стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. Сегодня ты представишь свою новую песню. Как ты все успеваешь? Ты нашел какой-то 25-й час в сутках. После воскресенья еще какой-то дополнительный день. Если честно, я не знаю, но, наверное, это вот не только я, конечно, а это вся команда, которая со мной. Все ребята работали, и вот с помощью этих ребят, наверное, все это случилось. Ну и, конечно, Боженка. С помощью Всевышнего. Да, Всевышнего. Ну что ж, Сафар, давай, наверное, поговорим о твоем концерте, который в Москве прошел сравнительно недавно. Мы знаем, что там был просто аншлагище, назовем это так, потому что ни одного свободного места. Во-первых, ни одного свободного места. Меня очень приятно удивило то, что, ну, понятно, скорее всего, там больше люди, которые пришли на концерт, это выходцы из Таджикистана, которые владеют таджикским языком. Но весь зал, это правда, мы смотрели видео, сторисы, весь зал знает твои песни наизусть. Да. Вот расскажи про вот эти эмоции, вообще про сам концерт. Что там, как там, зачем, почему? Концерт прошел отлично, мы планировали его долго, но запустили рекламу за месяц, там, 28-29 дней, что ли. Мы запустили, и почему-то мы не волновались, если честно. Мы вот знали, что да, типа, мы сделаем, мы заберем, да. Да, что-то было, да, где-то ты моментами можешь, там, нервничать, там, бояться, но все равно, там, я всегда говорю своим людям, да, и всем своим приближенным, что... Всем, всей своей свите, которая работает в другом посольстве. Да, что мы обречены на успех, и у нас нету другого права. Вот эта уверенность, это классно, это хорошо. Главное не спутать уверенность с самоуверенностью, да? Вот эта самоуверенность... И не расслабиться чересчур. Да. Был полный солд-аут, то есть все билеты были проданы, зал был полным, было огромное количество людей, люди знают твои песни, люди тебя любят, как мы выяснили, за пределами Таджикистана. Но я бы хотел все-таки, наверное, поговорить немножечко про музыкантов, которые были с тобой. Да, ну, Джова, да, твой бессменный гитарист и саунд-продюсер, с которым ты работаешь на протяжении многих лет, это понятно. Но ребята, которые с тобой выступали в плане, я имею в виду, бас-гитарист, барабанщик, это же люди, с которыми ты, ну, может, никогда не виделся. Либо же это те люди, которые работали с тобой до этого. То есть, которые знают твой репертуар. Которые знают репертуар, которые профессионалы, которые лучшие в своем деле. Это Леня, наш барабанщик, это Леся, жена Лени, наша клавишница, Сергей Киселев. Это сын Лени. Это наш бас-гитарист. Ну, это профессионалы. Это ребята, которые, ну, например, Леня играет с Мия Гейншпиль, то есть с очень знаменитыми артистами. Просто таких музыкантов я больше люблю. Почему? Потому что они никогда не закрывают себя в одном бенде. Они работают со всеми артистами. И плюс всего, то, что все артисты хотят работать с ними. И хотят их на площадке. Подожди, ты отправился в Москву за два или три дня до концерта? Да. То есть, у вас было всего две или три репетиции, условно? Я седьмого там был. А концерт был 11-го числа. То есть, как... Ну, то есть, понятно, что ребята профессионалы, но как вот, то есть, без репетиций продолжительных... Ну, ребята, они сами уже приготовили свои эти партии, все сами. А средством чего? Прослушивания просто музыки в наушниках? Да. И этого достаточно. Они нереальны. Я же говорю, когда впервые мы делали концерт в «Известия холл», мы приехали, и Джоба говорит, блин, сейчас их учить. Мы зашли, и как они начали просто лобать. Я такой, вау. Оказывается, не нужно? Вау. Я на Джобу смотрю, говорю, угу. Джоба, Джоба, ты не нужный. Джоба, ты умный. Ну-ну-ну. Сафар, а было желание, может быть, этих ребят привезти сюда для того, чтобы отыграть вместе концерт? Есть. Есть желание, конечно же, в душам бы сделать большой концерт. И, блин, ребят, это большое желание. Просто я не знаю, как это сделать. И все. Пока только мысли в голове. Да, то есть мои мысли в голове, и я не вижу, где я хочу это видеть. Локацию ты имеешь в виду? Да. У меня локация какая-то была, но теперь я там не хочу делать ничего. Передумал. Да. Так, ну, что касается концертов здесь. В ближайшее время что-нибудь планируется? Есть ли время на это? Будут какие-то маленькие выступления, потом будет Драмадан, потом дальше посмотрим. Ну, смотри, маленькие выступления, вот после того, как ты собрал огромную площадку в Москве, когда тебе подпевает весь зал, то есть маленькие выступления не скучно после этого? Нет. Конечно, нет. Маленькие выступления, у них есть свой шарм. Это так же особенно, но просто вайб другой, более такой уютный вайб. Домашний. Ламбовая такая, да, атмосфера. Да. Где ты можешь просто присесть и, типа, петь свои песни медленно, например, быстрые песни медленно, более лирично, а в концерте ты должен драйв давать, вот динамику раздавать, потому что немножко и всё. Холод наступит. Так нельзя. Так, смотри, в прошлом году, когда ты приходил к нам в эфир в гости, ты говорил о том, что помимо Москвы ты хочешь сдать концерты ещё в Питере, в других городах России. А почему пока не получилось этого сделать? Питер у нас уже забронирован на 13 октября. А, в октябре. Весь город, весь Питер забронирован, только Сафар Мухаммад. Ну, в Бухтаре дороги перекрывают, почему в Питере не перекрыть, да? А что нет? Питер, что ещё планируется? Пока только Питер, да? И Америка, Нью-Йорк. Нью-Йорк. Ну, в Нью-Йорке я тоже знаю, что тебя прям любят, слушают, обожают. Ну, слушают везде, во всём мире. Так, у нас есть несколько комментариев в Телеграме, но мы их озвучим чуточку позже, потому что время столицы 9 часов 31 минута. Да, и единственное, хотелось бы ещё вот о чём поговорить. Чуть ранее у нас звучала песня под названием «Бераф» в исполнении Сафар Мухаммада, и за эфиром Сафар рассказал нам о интересной истории, которая связана с этим треком. На самом деле изначально слова песни звучали на другом языке. Сафар, расскажи про это. Я сказал за кадром, что это единственная песня, которая не принадлежит мне. То есть эту песню я просто послушал, она звучит на казахском в оригинале, поёт её певица Айри, очень талантливая исполнительница. И вот мне очень сильно понравилось, и я такой, дай-ка я её спрошу, может она мне разрешит эту песню спеть? Она мне разрешила, я эту песню спел, и ей так понравилось, что она говорит, слушай, можешь мне текст скинуть? Я тоже хочу спеть на таджикском. Да, я такой, ну правда. То есть изначально она была на казахском, ты текст сделал на таджикском, спел, и она попросила текст на таджикском. Да, ей очень понравилось. Вы как бы исполнила она на таджикском языке? Вот это я не знаю. Надо уточнить, и, кстати, пусть она скинет свою версию, посмотрим, кто лучше, Сафар Мухаммад или Сафар Мухаммад. Какой ваш положительный ответ, да? Ни для кого не секрет, что для того, чтобы на свет появилось дитё, новый человечек, нужна любовь и 9 месяцев. А что нужно для того, чтобы на свет появилась новая песня? Тоже любовь? Возможно. И много лет. Много лет. Смотри, сегодня ты нам представишь свой новый трек, и хотелось бы узнать, когда у тебя появилась идея этой новой песни, и как всё это развивалось? Идея этой песни, наверное, года полтора назад вышла, и она просто стояла, как и все остальные песни. В виде набросков, или всё это было в голове? Да. В виде набросков, конечно же, у меня на диктофоне стоят, и всё, что у меня прям в этой теме что-то есть, я просто смайлики какие-то ставлю, чтобы когда вот так скролл делать, понимать, что там цвет, о, можно проверить, что это, как это. И вот я эту песню проверил, такой, давай делать. То есть она полтора года в черновиках лежала практически? Ну, получается, да. Ну, смотри, это же не первая песня, которая вот так вот лежит на протяжении долгого времени. А почему так происходит? Почему нет такого, что ты, ну, условно, там, сделал демку какую-то, да, и сразу ты додумываешь в какие-то моменты что-то, или... Или прокрастинируешь. Слушай, вот, если честно, я не знаю, почему так происходит. Наверное, это вот всё, опять же, состояние души, потому что просто на навыках далеко не пойдёшь. Всё-таки вклад души и сердца – это очень важное. Многие наши исполнители также рассуждают и относятся к этому, как ты думаешь? У нас, в Таджикистане. А я не знаю, за них не могу сказать. Как ты можешь сказать другому человеку? Ну, ты же, наверное, общаешься с кем-то, то есть наверняка вы эти темы поднимаете, там, то есть вышла у кого-то песня, ты говоришь, там, ну, спрашиваешь, давно ли ты написал, или никогда такого не было? Никогда такого не интересовался. Нет. Ну что ж, тогда рассказывай про слова, музыку. Песня называется «Нутаго». Классная песня. Я в этой песне хотел максимально придать именно вот эту прелесть, вот эти эффекты, которые я могу делать своим голосом, вот этот хрип, который вроде хрип, но не хрип. Типа я делаю как субтон вот это всё, я хотел через одышку петь, я всё это сделал. И, короче, максимально эмоциональный трек, именно альфа песня такая, знаете, альфа. До этого какая песня у тебя была на первом месте? У моих песен нету. Любимчик? Ну, хорошо, вот бета какая из них была, вот если это альфа, какая была бета? Да, альфа в том смысле, что тут другой Сафар Мухаммад, он вообще тут по-другому поёт. То есть открылся с другой стороны? Да, 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 то есть музыка вообще другая. Сейчас, ну, послушаешь полностью, поймёшь, почему я так говорю, ну, то есть она другая, она не похожа на другие, на мои песни, на предыдущие. Не боишься экспериментов? Нет, конечно. Ну, я в том смысле, что... Я всю свою жизнь делаю. Нет, я имею в виду, что вот твои поклонники привыкли слушать твои песни. Определённая стилистика. Да, они в определённой стилистики. Да, да, и они привыкают к этому. Да, и вот ты вот даёшь совершенно другой продукт, не боишься, там, может быть, люди скажут... Ну, вот когда мы рок сделаем, мы посмотрим. Есть планы? Конечно. Я прям жду с нетерпением. Да, это... Вторым гитаристом возьмёшь? Конечно. Это голубый. Ну что ж, друзья, Сафар Мухаммад прежний, а вот песни новые, новые и новые. Ну как новые? Полтора года уже. Полтора года? Это были просто какие-то набросочки, черновичок. А сейчас во всей своей красе. Сафар, всем доволен? Всё сделал так, как хотелось? Или вот он, этот перфекционист. Я же тебе говорю, что, я не знаю. Не паникуй, да? Вот, вот, вот. Да, наверное. Слава богу. Вот мы сделали то, что мы смогли сделать. Но если это не секрет, с этой же песней вышел небольшой конфуз буквально вчера. Да. Можешь немножечко рассказать, если захочешь рассказать? Да, конечно. Короче, когда вы начинаете делать, вы знаете, что я не люблю фоткаться. И большинство моих артов, это меня, где меня рисуют. И в этот раз тоже не исключение. Мы сделали... Обложку песни ты имеешь? Да, да, обложку песни. Но чтобы прочувствовать дизайнеру, нужно ему отправить Шерзоду. Шерзоду нужно отправить музыку. Музыку Шерзод слушает и вникает в него. И начинает он тоже рисовать. Творческий человек. И так получилось, что он вчера мне все отправил. О, позавчера. Он мне все материалы отправил, чтобы я загрузил. Но у него была демка, которая вообще песня... Прямо самая первая стадия жесть. Это просто ему для вдохновения нужно было. Да, да, чтобы он просто прочувствовал, что тут вот такие элементы. Вот это нужно увидеть. И он мне отправляет для Ютьюба, для всего. И я просто загружаю эти 2К видео на Ютьюб. Это забрало у меня 2 часа. Я не спал до утра. И прикиньте, песня открывается. Примеры везде. Рилс. Примеры в Инстаграм. Рилс загружается 3 раза. Одно видео 3 раза загрузилось на мою страничку. Там коменты, тут коменты. Короче, алгоритм просто на одном видео. Просто вот беспорядок. Такой беспорядок просто. И потом захожу в Ютьюб. В один момент я вспоминаю. Я захожу, слушаю свою песню. Не то. Что происходит? Полтора минуты, а там уже дальше нет. То есть там просто тишина. А это демо. Это сырая версия. Это демо, да. Сколько времени прошло? Ничего. Ни эффектов, ничего. Просто голос. Это было... Я хотел у каждого человека извиниться. Я сейчас извиняюсь у вас. Потому что я в сторисе это не раскрыл. Вот здесь раскрываю. Я извиняюсь. Люди, которые послушали неготовую версию. И все же написали такие хорошие слова. Спасибо вам. То есть им даже в таком варианте понравилось. Да, клянусь. Ой, какая идея. Как интересно. Гений. Я такой, да нет. Это демо. Я тебе открою секрет. Надо было сказать. Концептуальный подход. Новое что-то. И оставить так. Я тебе по секрету скажу. Люди, которые любят творчество какого-то исполнителя, он бы просто стишочек бы рассказал. Люди бы это восприняли и сказали, вау, это круто. Так что ты можешь по этому поводу не переживать. Да, я понимаю тебя как исполнителя, как человека, который готовил материал. Очень много. Но это вышло не то. Я тебя понимаю. Руки затряслись, сердце забилось чаще. Все. Я начал злиться. Я начал так злиться на всех просто. И все помнили. Сколько времени прошло с момента публикации, и когда ты увидел, что... Три часа. Три часа. Это много. Да. Сколько примерно было уже просмотров прослушивали? На Ютубе было почти четыре тысячи. Ну, я думаю, тебя простят. Я думаю, тебя простят. Мы простили. Прямо сразу. Мы простили. И плюс ко всему, помимо всего прочего, чтобы люди понимали, если вдруг не успели вчера послушать, да, или сегодня, прямо сейчас в эфире радио-радио-плюс состоится премьера твоей песни. Е-е-е, let's go. Да. Прежде чем, let's go. О чем песня? Сами узнаете. Сами узнаете. Не хочу рассказывать. Ну, хорошо. Слушайте, потому что каждый человек может увидеть свою историю в этом. Понимаете? Вот прелесть моих песен в этом. Я люблю свои песни вот за это, что каждый человек, который подходит ко мне и говорит о моей песне, у меня вообще другая версия историй, а у этого человека вообще другие события, история. Он понимает это по-своему, да, человек? И вот это я люблю. Индивидуальность. Сафар, знаешь, сейчас я хочу не общаться, а просто на репите. Астану идти от Дрэка прослушать вновь. Супер. Во-первых, вот эти аплодисменты в твою честь. Это действительно круто. И не только в твою честь, уж извини, но я так понимаю, ну, мы все прекрасно знаем, что есть большое трио, да, это ты, Урзу и Джова, которые, вы вместе делаете суперклассные хиты. Урзу и Суев пишут тексты. Да, Урзу и Суев пишут тексты, Сафар делает наработки, а Джова все это приводит в порядок в плане музыки. Ну и мы слушаем, восхищаем. Да, да, да. Я хотел ребят тоже поблагодарить. И Урзу, и Джову, да, сказать им большое спасибо. И вот Джова сегодня в этом, ну не сегодня, а в этом треке, конечно, поэкспериментировал тоже, там добавил инструментов. И почему его тянет на ретро-звуки? Ты не можешь объяснить? Это нас тянет на ретро-звуки. А, вы вместе? Да, то есть я говорю, что, сделай, да-ра-дам, да-ра-дам, да-ра-да-да-да-дам. И мы выбираем, сидим, звуки. И вот этот почерк наш. Все-таки мы как-то вот полюбили очень сильно вот этот синт-вейв, вот это все. Такой дафт-панк немножко. Да, и вот этот пайп меняется, да? Ну это круто. Но это звучит очень концептуально, это звучит очень необычно и непривычно для таджикской сцены. Это очень круто. Все еще, все еще. Хотя мы сделали несколько песен, где есть эти элементы, но все недостаточно. И, кстати, исполнение, то есть я имею в виду игра голосом, вот эти мелизмы, они тоже очень круто вписались. Да, Джоба сказал, Джоба сказал, что можно прям повыпендриваться. Я сказал, хорошо. Я люблю, да. Во время вот создания этой песни не было такого, что ты что-то предлагаешь, Джоба говорит, так нет, Сафар, сделаем вот так, вот или наоборот там. Ну вот, конечный вот этот. Да-ра-дам, да-ра-да-да-дам. Все, песня была готова. Я говорю, Джоба, чего-то не хватает. Ты же знаешь, я люблю фишки. Это самый, вот самый любимый момент в создании музыки у меня вот эти фишки. Я люблю фишки делать. Он говорит, музыка уже полная, она вот, я говорю, давай, Джоба, давай сделаем. Он говорит, давай. Финальный ремень. Ну и она крутая. Это круто прозвучало. Это очень прозвучало. Сафар, вот ты признавался уже неоднократно сегодня, что есть периодически, да, в твоей голове какие-то мысли, которые не дают покоя, иногда загоняешься на какие-то темы. А вот нет еще одной такой ситуации, когда в каждую песню ты на самом деле вставляешь очень много фишечек. Интересных, новых, необычных. Ты экспериментируешь. Нет страха того, что в какой-то момент, вот просто уже все, вот закончится этот генератор, и чем потом удивлять? Блин, я не знаю. Я не знаю, но я не во всех песнях делаю это. Не во всех песнях у меня горит. Ну да, но нет. Не во многих. Нет. Но вот эта фишка, она классная. Ну, если вдруг закончатся фишки, можно будет с одной песни, вот это взять с другой песни, вот это вот и сделать все. Нет, когда фишки закончатся, я вас приглашу, ребят. Мы поможем. Конечно. Все, накидаем. У нас будет свежее видение, и мы что-нибудь придумаем. Сафар, спасибо тебе большое. Вам спасибо. К сожалению, приходится прощаться, но мы, во-первых, еще раз тебя поздравляем с выходом трека. Это крутая работа. Очень необычно. Да, ребятам тоже большое спасибо за то, что приняли участие в работе над этой песней. Ну и, конечно, мы тебя поздравляем с новой должностью. Посол доброй воли Юнисеф в Таджикистане. Это большая ответственность, так что имей в виду. Да. На самом деле, это и большая честь, и большая ответственность. Я уверена, что впереди у тебя, и может быть, уже в этом месяце, намечены какие-то планы, я хочу тебе пожелать того, чтобы успевалось. Вот все успевалось. Я тоже этого хочу пожелать. Чтобы этого эмоционального, может быть, выгорания не было, творческого выгорания, чтобы все равно глаза всегда горели, хочу что-то еще. Спасибо. Ну и, естественно, радуй нас, поклонников твоего творчества, новыми работами, новыми творениями. Готт на есть. Желаем тебе успехов. Спасибо. Все, друзья, прощаемся мы не только с нашим гостем. Не хочется, но надо. Прощаемся не только с Сафар Мухаммадом, но и с нашими слушателями, потому что время в столице 9.58. Всех обнял. Спасибо.